Здравствуйте, уважаемые зрители канала Бурят Монгол Ирхатен. Сегодня в нашей рубрике разговоры по пятницам Casual Fridays представитель Саха Якутии в Лиге Свободных Наций Никита Андрей. С Никитой мы познакомились на форуме Свободных Народов Пост-России, который проходил в конце апреля в Соединенных Штатах. Приветствую, Никита. Добрый вечер, Раджана. Всем зрителям привет. Приятно с вами опять увидеться. Какие впечатления ты вынес с этого форума? Что понравилось, что не очень? Вообще, какие мысли возникли? Ну, сначала мне хочется сказать, что это было мое первое участие на таких мероприятиях именно по такой направленности. Я в этом деле новый. Активизм у меня начался совсем недавно, буквально, как война началась. И поэтому мне как-то сложно судить. Но первый опыт мне понравился. Я для себя много чего нового узнал. Познакомился с прекраснейшими людьми. И, скорее всего, это и есть главное то, что координация. Мы все познакомились друг с другом и узнали, кто есть кто. Никита, сколько ты уже находишься в США? С какого времени? И вообще, сейчас ты ведь живешь на прекрасном острове Уаху, на Гавайях. Какими ветрами туда занесло выходцы из самой холодной страны в мире? В этот райский уголок. Я родился и вырос в маленьком поселке Тюрея, поселке городского типа в Якутии. И все знают, что там очень холодно. И у меня была мечта где-то жить в месте потеплее, на берегу океана, в комфортных условиях. Да, и я приехал сюда, получается, в 2011 году, будучи еще совсем молодым, юным, 20-летним парнем. И здесь у меня, получается, взросление и становление получилось. Вначале это было как бы просто, ну, переехал я по бытовым мотивам. А приехав сюда, я уже осознал, что такое жить в свободной демократической стране, где все мои права, даже будучи, да, каким-то вот только приехавшим мигрантом, у меня здесь больше прав, чем у меня в родной стране, будучи гражданином полноценным. И вот все это потихонечку началось. Я начал замечать маленькие вещи, да, основную разницу между таким, как сказать, загнивающим капиталистическим миром и нашей прекрасной, прекрасной Россией. А я это все увидел, потом приехали мои родители, да, приехали старые родственники, приезжали, они все это видели. То есть какая-то разница, какая-то разница в США, да, особенно на Гавайях, и какова жизнь в Якутии, да, разница, конечно же, огромная. И вот это же, наверное, послужило катализатором для моих мыслей, да, почему это так, ведь, в принципе, люди же везде одинаковые. Моя знакомая говорила, тоже из Якутии, Саха, говорила о том, что вообще диаспора, Саха-диаспора – это такой феномен интересный, потому что, ну, насколько я поняла из ее рассказов, очень сплоченная диаспора. Это так? Да, да, диаспора у нас очень дружная. И в начале, если вот в самом же начале это было больше как клуб бывших соотечественников, да, где можно поговорить на своем родном языке, поговорить о далекой, ну, далекой родине, встретиться, может, на Исехе. Больше, я бы сказал, культурно-общественная, да, была задача у диаспоры. То сейчас, в связи с ситуацией, когда у нас тысячи-тысячи наших соотечественников эмигрируют в страну, и они эмигрируют неподготовленные, да, но у них это не запланировано было. В принципе, это беженцы, да, можно сказать, военные беженцы, и они убегают, у кого-то нет денег, у кого-то не совсем готовы документы. И вот диаспора старается помогать своим, и вот сейчас вот как раз мы видим вот это сплочение, да, и из больше вот культурно-общественной работы мы переходим в общественную работу. Культура, конечно, уже останется, да, но сейчас уже видна, видна, короче, что такое диаспора. И я бы сказал, вот сейчас у нас идет как раз становление диаспоры, да, когда мы видим уже цели, задачи и активных участников. И вот с каждым днем активных участников становится все больше, да, потому что ребята, кто только что переехал с Якутии, они очень инициативны, очень активны, и они не хотят молчать. И я думаю, что в будущем диаспора будет только усиляться. А насколько популярны идеи независимости Саха Якутии как среди диаспоры, так и среди населения Якутии, людей, которые живут в Якутии сейчас? Ну, наверное, ни для кого не будет секретом, да, что для каждого Саха идеи независимости, они всегда есть. И это выглядит пока как голубая мечта, да, до которой нам сложно дотянуться, потому что, ну, Россия все-таки сильная страна, ядерная держава, да. Мы все знаем, что случилось с Чечней, но люди пока еще, кто-то еще начал понимать, да, но кто-то еще не понимает, что сейчас ситуация в корне изменилась за последние вот больше года, да, как война началась. И все это очень быстро меняется. Я надеюсь, что мои соотечественники, они поймут, что нужно действовать, да, нужно думать, и если мы будем подходить к делу так же, как подходили и до этого, да, вот именно в политике, как к состоянию вообще всех дел, то я боюсь, что наш народ просто не выживет. То есть мы не донесем свою культуру, свой язык, и, к сожалению, да, я осознал об этом, только переехав за, там, тысячи-тысячи километров, да, потому что, живя в Якутии, может, в силу возраста я этого не осознавал, да. Но переехав сюда, в США, тут, где все другие люди, где я мало общался со своими соотечественниками, я уже начал понимать, кто я такой и что я делаю. Это еще Тойнби в свое время описал вот это явление, когда, особенно это касается людей из колоний, когда они уезжают куда-то далеко от своей земли и набирают опыт, набирают знания, и затем уже, ну, там как бы проходят какие-то стадии, да, переоценки ценностей, и затем уже эти самые люди, возвращаясь к себе на родину, они начинают строить новую жизнь своей родины с учетом этих полученных ими знаний. Вот. И я думаю, что сейчас как раз для народов экс-России наступает такое время, потому что, да, действительно, был исход из нашей земли, из наших республик, самых, наверное, энергичных людей, которые не согласны были с тем, что творится и творилось там. Вот. Но я думаю, что очень многие, очень многие вернутся. Вот. Как ты думаешь, Никита, вот мне, например, недавно задавали такой вопрос в интервью, вот если наступит час Че, вы готовы вернуться в республику? И вот у нас также недавно прозвучала одна из деятельниц бурятского движения, да, она в своей соцсети написала, что люди, которые живут где-то в Америке, да, получают гражданство, не имеют права призывать народ республики к независимости. Ну, то есть я, во-первых, я не понимаю логики этого высказывания. Во-вторых, хотелось бы поинтересоваться вот у тебя, как вообще вы видите дальнейшее развитие событий? Ну, например, ну, я такой же вопрос задам, да, наступает час Че, наступает хаос в России. У вас готовы люди вернуться, да, в Якутию, в Саха и взять ситуацию под контроль? Ну, я не могу сказать за всех людей, да, но я знаю определенное количество людей, которые уже сейчас готовы это сделать и уже это делает. Ну, про Владислава Моссова говорю, да, что он уже сделал, продекларировал свою борьбу за свободу и за независимость. И я полагаю, что, ну, у нас есть человек, который готов взять на себя вот такую задачу. Да, то есть человек у нас определился, а все, кто хочет это, ну, последовать за ним, все уже знают, как его найти и что он делает. Вот, ну. Ну, да, я также, в принципе, ответила на этот вопрос, что, естественно, многие даже и не будут ждать этого момента. Я знаю, что люди уже, ну, так скажем, есть люди, которые разделяют наши взгляды, и они не только находятся за границей, да. Вот, поэтому я думаю, что мы должны быть психологически, ментально и готовы всегда к тому, что сейчас, если и сейчас или никогда. То есть нам жизнь преподносит вот такой шанс нашим народам получить, наконец, независимость, начать распоряжаться своей судьбой. И поэтому, мне кажется, наоборот, мне кажется, это безответственно говорить о том, что мы не имеем права высказывать такие мнения, призывать людей к чему-либо. Мне кажется, безответственно не думать о будущем наших народов. Да, ну, конечно же. Мне кажется, любой нормальный человек, кто осознает ситуацию, должен как минимум высказаться, да, как минимум, да, а желательно, чтобы еще что-то сделал. Потому что я считаю, что это безответственно, как уже сказали, да, ничего не делать или делать вид, что ничего не происходит. Я не знаю, это... Есть люди, которые понимают, да, и молчат, потому что, ну, у нас власть так устроена в России, да, что есть такое слово, как аманатство. Да, да, я знаю, на Кавказе это, ну, немножко другой смысл имеет, но у нас имеют то, что это заложники, да, и все, получается, кто переехал, они боятся своих родственников, да, потому что наши родственники там примерно как, ну, на условиях заложников, да. Конечно же, не так плохо, как в Кавказских республиках, где, ну, что-то неправильно говорят, сразу же забирают там все, знаете, сестер и так далее. Но у нас вот есть административные, да, могут быть какие-то последствия, то есть репутационные последствия у человека. Вот это, мне кажется, основная проблема, но я, как человек, переехавший, ну, очень давно, да, да, было бы неправильно в моем случае молчать, когда я вижу такую несправедливость и то, что происходит, и, ну, это как спрятать голову в песок, да, там закрыть глаза, делать, ой, я ничего не вижу, ничего не слушаю, ничего не скажу. А как это называется? Один из смертных грехов равнодушия, да? Вот равнодушие уже всего, да, хочешь сказать, говори, хочешь делать, делай, ну, блин, не делаешь, ну, хотя бы не мешай. Вот, кстати, это слово «аманатство», спасибо, что вспомнил, да, потому что на самом деле мы, сибирские народы, знаем очень хорошо, да, что это такое, и вот до меня не доходило, вот сейчас вот действительно дошло, что вот эти времена-то вернулись, да, то есть в 17 веке они держали наших предков, да, детей, женщин в своих острогах, как аманатов, и вот именно то же самое происходит и сейчас, на самом деле. вот еще один у меня вопрос, он касается вот такого феномена, как возрождение духа национального, потому что для бурят, вот мы смотрим на якутах, да, на Саха, и на самом деле вот радуемся, многие люди, я говорю за себя, за других людей, потому что мы видим, как развивается ваш кинематограф, какой грандиозный праздник Саха был организован выходцами как раз Саха-диаспоры в Казахстане недавно. Вообще, с чем ты связываешь, вот, мне кажется, это очень мощное движение, да, и с одной стороны мы понимаем, что с одной стороны, да, вы в таком были более выгодном положении, чем буряты, потому что у вас не было такое через полосицы расселения, Столыпинская реформа вас так сильно не затронула, как нас, вот, мы там живем на самой границе с Монголией, и нас очень сильно давили и рассеивали, так скажем, а вот у вас, у вас, конечно, действительно, тоже были, я не говорю, да, что там у вас не было таких испытаний, но мне кажется, вот эту вот сердцевину, да, народного духа вы сумели сохранить, потому что вот, ну, ваши улусы, да, они как бы вот, ну, находятся, так скажем, все вместе, и вот не было вот этой массы, массы, которая пришла там, приехала в вагонах, да, и не отбирали так землю, как у нас, вот, может быть, это из-за этого сейчас у вас и с языком гораздо лучше ситуация, и с национальной культурой, с самосознанием, или у вас какие-то свои проблемы, о которых мы не знаем? Ну, не, я думаю, да, вот именно, ну, это мое мнение, что это связано с тем, что, во-первых, у нас было расселение, расселение населения по территории республики, ну, они очень-очень далеко расселились, и в каких-то отдаленных местах у нас была возможность сохранить языки, культуру, да, потому что туда просто, ну, русские не дошли, и, ну, и до сих пор они не дошли, ну, это вот, что касается расселения себе пути, да, к приезжим народам, а во-вторых, что вот насчет языка и возрождения культуры, все-таки вот хочется отметить работу людей в республике в 90-х годах, то есть когда мы начали получать деньги за продажу, ну, часть денег за продажу ресурсов, а часть этих денег именно вот шла как раз на образование, да, что позволило добавить классов якутского языка в 90-е годы, потому что, ну, в 90-х годах у меня были уроки якутского, уроки якутской литературы, уроки якутской культуры, ну, и вот, мне кажется, вся информация, да, которая у меня вот по литературе, по культуре, у меня оттуда сохранилась, и вот идет оттуда, и, да, вот, я даже не представлял, что сколько много мне школа дала, именно там три года якутских классов, да, вот, вот я даже не представлял, насколько дало, пока вот война не началась, сейчас я понимаю, что люди даже этого не знают, а хотя я думал, что это базовые знания, которые, ну, любой человек должен знать, оказывается, очень многие люди даже такого не знают, тоже касается, вот, культуры, да, потому что в 90-х все-таки были, наша демократия была, и были популярные идеи о самоопределении народа, и вот как раз независимости, да, в 90-е были, и много денег шло, как я уже сказал, с продажей ресурсов, и поэтому все вот это вот все вместе соединилось, и дало возможность, так сказать, дать ренессанс, да, ренессанс нашей культуры, языка после гнезд Советского Союза, и, как мы сейчас уже видим, из-за централизации власти, процесс, который делался в СССР, сейчас уже начался, то есть сейчас происходит то же самое, что делалось в СССР, опять же, отправили огромное количество людей на войну, где они погибают, ну, вообще не за что, как у нас, слышали, наверное, про трагедию на озере Ильмень, да, где большая часть этих мобилизованных из Якутии, их просто отправили на штурм немецких укреплений через озеро большое ночью. Немцы это увидели и просто разбомбили озеро. То есть, получается, сибирский отряд утонул, и пинский отряд, ни с кем так и не повоевав. То есть, дорога сняла гораздо больше, чем сам вой, да, и мне кажется, это немножко метафорично, как происходит участие наших людей в войнах, да, за корону империи. И сейчас вот то же самое происходит. И во время еще вот Великой Отечественной, да, в тылу погибло там 30-40% населения, по официальным данным, да, возможно, еще больше. То есть, почему это произошло? Потому что, как объясняет, голод. А голод произошел, потому что, ну, многие мужики из деревень уехали, уехали воевать. И просто деревня из-за этого вымерла, женщины, ну, семьи вымерли. То есть, вот эта трагедия идет не только на мужчин, которые уехали на войну, но и на людей, которые остались в деревне. То есть, на местное население, на мирное население. И поэтому были такие большие потери даже среди мирного населения далеко глубоко в тылу, да. Плюс, конечно же, политика Кремля, то есть, руками нашего, я не знаю, как ЦК КПСС, да, Югодской АССР, когда они, как это объяснить, переборщили, да, по-русски говоря, переборщили с, вот, как раз, с прод налогом, когда они забирали чуть больше, чем надо. Вот это вот. И я думаю, что вот это время и поствоенное время было самое тяжелое время для нашего народа. Мы выжили, да, благодаря нашим дедушкам и бабушкам, но это оставило огромную травму на психологии всего народа. То есть, у всего народа есть ПТСР, ПТСР, ПТСД, которые мы могли излечить только вот в 90-х годах. Раз поколение, когда пришло, они не видели союза, они выросли в свободной стране, видели свободу слова, но видели же как раз и раз этот, ну, как все было развалено. Ну, в общем-то, это, да, один в один. То есть, у нашего народа тоже тяжелейший ПТСР. И действительно, вот, поколение, которое выросло в 90-е, начале 2000-х, действительно, вот, которое только-только, можно сказать, начинало оправляться от этого ПТСР. И опять, опять вот эта вот преступная власть бросает людей в эту мясорубку. На самом деле, вот то, что у нас был культ Великой Отечественной войны и во что он выродился, на самом деле, действительно, мы ведь не знали всей правды, да, о том, как действительно действовало советское военное руководство об этих, то есть, мясные штурмы, которые сейчас проводятся, да, они же не сейчас их выдумали, они же их еще тогда опробовали, эти мясные штурмы. А почему были такие огромные потери? Почему немецкие солдаты сходили с ума вот от этих вот, когда шла колонна за колонной, да, то есть, они пулеметами там расстреливают, идут и идут, идут и идут. Ведь они точно так же сейчас делают, точно так же бросают людей на эти штурмы. И я думаю, что вот то, что мы, я советский ребенок, для меня вот память Великой Отечественной войны было что-то святое всегда, но сейчас я пришла к такому выводу, что все хватит, я уже не хочу об этом думать, да, и не хочу думать о том, что вот это было что-то такое святое, да, то, что мой народ до сих пор не может оправиться, да, демографическая была яма, что моя мама, она вот, у нее детство, у мамы с папой не было детства нормального, потому что они вынуждены были работать в колхозе с утра до ночи и даже в ночные смены, вот, и просто хватит, и то, что вот сейчас происходит, все это победобесие, да, вот это самая лучшая прививка от того, что на самом деле уже хватит, хватит возводить это все на пьедестал, нужно просто честно, да, дать честную историю того, как это происходило, почему было столько жертв, почему жизнь человеческая в этой империи вообще никогда не ценилась и не ценится, потому что наш, например, вот, мои соотечественники, да, которые сейчас идут в Украину, непонятно, за какие, за чьи интересы погибают, им же промывают мозги, вот, вот, памятью об этой великой отечественной войне, им же промывают мозги с утра до ночи эти пропагандисты, и они же трясут вот этими вот жертвами, которые наши народы понесли во время этой Второй мировой войны, поэтому я думаю, что во всем мире уже к этому дню, вот, к этой войне относятся к войне, которая была когда-то, и, но это то, что нельзя повторять, да, то же самое, в принципе, в моем детстве тоже было, никогда это не должно повториться, и вдруг, вдруг, да, возникает вот это вот, кошмарный этот лозунг, можем повторить, да, и вот происходит вот это вот. Да, ужасно, вот, кстати, вы сказали про колхозы, да, я, ребенок с фермы, вырос, вырос на ферме, то есть, я не на словах знаю, что такое сенокоз, что такое там коровы, кони, свиньи и так далее, я вот всегда слышал от своих родителей, от мамы, да, вот рассказы, как они не были в колхозе, да, но и приходилось им работать и отдавать 90% скошенного сена, да, и когда я это слушал, я не понимал, да, что такое 90% сенокоз и так далее, я не понимал, что это очень плохо, да, но не осознавал, сейчас я, ну, в штатах плачу налоги, плачу определенную часть, да, я даже не представляю, что такое 90%, вот, я знаю, что такое тяжелый летний труд, не механизированный на сенокозе, да, что несколько тонн сенокоз я знаю, насколько это тяжело, я вот знаю, насколько тяжело работать в этом капиталистическом мире, да, и платить налоги потом еще там 30-40% налогов, я вот даже не представляю, вот, как такое вообще можно было делать, да, что так работаешь, такая тяжелая работность на сенокозе, без тракторов, там, без этих всех машин, ходишь пешком, да, все, вот, ручной труд, и отдаешь 90% сена, как это возможно было, и почему-то в голове у меня такое представление было, что это было глубоко, там, ну, вплоть до военное время, сейчас я уже осознаю, это же были 70-е, там, 80-е годы, да, когда это происходило, и когда мне говорят то же самое, что у людей паспортов не было, как это возможно, это же Советский Союз, дружба народов, там, свобода, деколонизация и так далее, да, но, ну, что-то здесь не то, и получается, вот, наши народы увидели свободу, да, настоящую, только в 90-е годы, да, и вот сейчас нам, ну, и сейчас все это время нам говорили, я вот учился в Москве, я любил ездить на экскурсию, да, по Золотому кольцу, я везде встречался с актом расизма и шовинизма, да, мне всегда говорили, ой, китаец, понаехал, мускоглазый, там, в Олег Сибен свою страну, я говорю, а, я же в своей стране, как такое, и, ну, я понимаю, почему это происходило, да, сейчас я уже понимаю, потому что, ну, если в советское время это была политика государства, да, а в 90-е всем дали свободу, ну, человек свободен, волен говорить, что он хочет, да, и, получается, народ выбрал, народ выбрал шовинизм, из всего, что можно было сделать, переехав в США, я увидел, да, что такое настоящая дружба народов, да, есть проблемы внутренние свои, там, даже расовые проблемы, но, в целом, общество, да, уже пережило это, и дети сейчас, они максимально толерантны, вот сейчас посмотрю на маленьких детей, ну, прекраснейшее поколение здесь происходит в США, максимально открытые, они не зациклены на деньгах, да, вот, они там, мозги не сильно промыты, у них доступ к информации с самого детства есть, я, блин, хотелось бы, чтобы у нас были такие же дети, да, ну, в Якутии, в Бурятии, ну, по всей территории пост-России, но то, что мы сейчас видим, как они промывают детям мозги, с самого детского садика, там, тем, что нам победили, бесям, да, меня вот это все очень сильно пугает, куда же это все заведет, никогда мы и не жили хорошо, да, то есть, у нас империя была, потом Советский Союз, потом развал, этот, развал, не считай, 90-х, и сейчас вот опять война, вопрос, вопрос, вопрос к вам, Роджана, когда-нибудь наши народы будут лежить в мире и в благополучии? Я думаю, что это время наступит очень скоро, когда мы, наконец, станем независимыми странами, когда, наконец, мы этот морок русского мира с себя стряхнем, потому что, что несет за собой вот этот вот мем «Русский мир», да, что это за цивилизация? Это цивилизация, где человеческое достоинство не стоит ничего, то есть, нету такого понятия достоинства, да, человеческая, жизнь человеческая, да, она абсолютно не ценится, то есть, я думаю, что у нас есть другие, ну, как бы у наших народов мы сохранили в нашем культурном коде другие ценности. Вот вопрос о человеческом достоинстве немножко лучше раскрыть, потому что в свое время я изучала права человека и в концепции прав человека человеческое достоинство играет первостепенную роль. И я думаю, что вот Россия в современном виде и вообще с самого своего начала никогда не ставила человеческое достоинство во главу угла. Это никогда не было приоритетом внутренней политики России. Во всем мире, цивилизованном, мы видим последовательное очеловечивание политической системы, да, то есть вот когда были революции, великая французская революция, там, например, война за независимость в США, провозглашались лозунги свобода, равенство, братство, и это были непростые слова, потому что мы видим вот, ну, с тех пор, да, какой прогресс проделала та же западная цивилизация, поэтому, например, вот, ну, то, что я, я согласна с тем, что, например, действительно в Америке есть свои проблемы, естественно, там, и межрасовые проблемы есть, но это проблемы здорового общества, здорового человека, да, то есть если бы не было проблем, то мы бы были, наверное, уже ангелами все, но на самом деле, да, то есть я тоже не сталкивалась никогда здесь, с расизмом, и я согласна, что вот, если какие-то проблемы возникают, то люди их сразу же начинают решать, вот, а в России этого нет, потому что есть вот всегда какая-то странная, вот я заметила, да, что какая-то вот оторванность от реальности, и люди начинают просто имеют какую-то картинку, да, в голове, что вот мы такие великие, да, у нас великая культура, и мы самые добрые, у нас расизма вообще нет, да, и возникает просто такая ситуация шизофрении, потому что на самом деле это шизофрения, когда человек видит одно, думает другое, говорит третье, да, вот это то, что в России сейчас происходит, я уже устала удивляться, у меня уже удивлялка сломалась, да, когда я читаю новости из России, когда идет, ну там просто шизофрения, раньше я думала, что это алкоголизм, да, ну то есть болезнь отрицания, когда алкоголик, да, он отрицает проблемы, то есть он говорит, нет, я не алкоголик, я всегда могу бросить, завязать, вот раньше вот у России была вот эта стадия алкоголизма, болезнь отрицания, а сейчас я уже думаю, это уже полная шизофрения, и вот сейчас это уже на этапе такого саморазрушения идет, и я думаю, что мы не должны наши ресурсы, да, наши ограниченные ресурсы наших народов бросать на то, чтобы спасать этот монстр, этого монстра от саморазрушения, мы должны думать о сохранении наших народов. Да, совершенно верно, я с вами согласен, мы должны думать, но получается, что этот монстр всех нас тянет вместе с ним на дно, но проблема монстра, да, то, что он упадет на дно, отряхнется, встанет и дальше пойдет, да, и, возможно, станет, перестанет быть монстром, но, скорее всего, таким же, ну, продолжим быть, потому что в истории России мы видели уже там 3-4 перевоплощения, там, 10 вариантов флагов, да, там, 4 основных флага было, но сути это не меняется, да, суть остается вот, суть империи захватить больше территории и брать оттуда ресурсы, да, то есть, этот монстр будет жить, пока империя жива, пока есть порабощенные народы в составе этой империи, вот, как, как, в чем я вижу решение этой проблемы, да, с Москвой можно разговаривать, только на равных условиях, да, только на равных условиях, нету, пока у нас есть такая налоговая система, когда Москва идет отдельным регионом, куда стекаются все налоги, да, просто вот, как я говорю, нам нужна независимость, да, просто дайте нам, дайте нам самоопределение, право самоопределения, дайте нам самоопределиться, да, если вы нас, даже, ну, опять же, получается, колониальный мост включается, если вы нас отпустите, хочется сказать, да, ладно, давай, допустим, так скажем, если вы нас отпустите, то с вами можно о чем-то разговаривать, да, если вы нас не отпускаете, то та же самая колония этой, ну, империи остается, ну, вот, вот, вот такая вот идея очень простая, и я так думаю, что это работа со всеми другими республиками и народами тоже, да, то есть, в первую очередь, Кавказ, потому что там вопрос самоопределения, самоопределения, как любят это сказать, да, стоит очень-очень остро, потом дальше идут Башкатахстан, Татарстан, ну, и дальше наши республики, вот, я, например, такую картину будущего вижу. Кстати, вот, когда ты сказал, что в 90-е годы у вас была возможность немного начать распоряжаться ресурсами, но затем, я помню, что в начале 2000-х годов прошла федерализация Алросы, я знаю, что у вас были протесты против этого, но, естественно, эта федерализация прошла, и сейчас Якутия практически не имеет ничего от алмазной промышленности, так? И не только от алмазной промышленности, от всех других компаний тоже, то есть, когда прошла приватизация в 90-е годы, Якутия, ну, мне кажется, оставила большую часть активов, но, которые вот в 2000-х и распродали, да, то есть, каждый президент, каждый глава президента Якутии продавал по каждому кусочку актива, да, и вот сейчас, после Айсена, походу, следующему президенту уже ничего не останется продавать, но, да, но это грустно, грустно у меня, минутка черного юмора, грустная ситуация, что они не думают о будущем, да, и вот, мы, получается, идем все дальше, большую кабалу от Москвы, да, Москва считает свой долг, все считает, сколько она денег нам, сколько мы денег должны, и то есть, каждый год мы все больше и больше денег должны, наш Айсен Николаев хочет еще больше кредита взять, допустим, Москва хочет тот же самый купить, да, который там никогда не построит, если построят, то я не думаю, что они смогут его содержать, ну, и эти же деньги, конечно же, будут тоже в долг, сколько же ресурсов уходит туда, никто ее не считает, да, все эти деньги, они тут идут мимо кассы, а вот как раз насчет продажи всех активов, это просто передел собственности между олигархами, да, нам все договорят, ой, что-то республика продала, акции там, и так далее, да, но на самом деле нет, за этим понятно, что за какие люди стоят, да, условно, условно Ходорковский, да, Ходорковский, кстати, много активов у него было в Якутии, и он имел интерес большой, да, и вот когда пришел к власти Путин, он, ну, потерял позиции, сильно потерял позиции до этого, ему там много чего он имел, вот так плавно, плавно этот разговор перетекает к хорошим русским, ну, и вот сейчас, я думаю, да, хотят они провернуть, ну, тот же самый передел, передел ресурсов, активов, и Ходорковский, такое ощущение, что Ходорковский просто хочет вернуть себе и Пути обратно, на который у него Путин забрал ее. Естественно, поэтому все эти разговоры о том, что, значит, если не мы, то кто, то кот, то будут царьки, ханы, да, но, это же как раз, конечно, продолжение имперской политики, да, вот как раз просто думать, почему ты сидишь, решаясь там где-то далеко в Москве, за то, как нам жить, далеко в Якутии, да, вот самый простой вопрос, почему ты решаешь это? Пускай другой кто-то будет, кто вот родился в Якутии, и живет в Якутии, вот этот человек знает, что такое, как здесь жить, и что делать, да, вот дайте нам просто решать, и пока все решения проходят в Москве, у нас то же самое будет продолжать, потому что я не знаю, что происходит, я не знаю, что такое, вот недавно с другом разговаривал, да, он занимается проектированием большого здания в Якутии, и говорят, какая-то проектировочная компания, из Москвы, ну, сделала проект, здание, да, где нам свои неправильно посчитали, и они говорят, вот это правильно, да, вот этот проект, мой друг из Якутии говорит, нет, это неправильно, почему, потому что, ну, потому что мы знаем, что при наших климатических условиях это не проходит, да, но это московская, получается, компания уже продала свой проект, и, ну, не знаю, не совсем знаю подробности, как это работает, да, но вот комиссия, которая в Якутии, она уже приняла все это, то есть там все уже люди договорились, да, и то есть то, что там якутские эксперты говорят, что это небезопасно, да, это уже никто не хочет слышать, и вот на примере этом мы можем судить ситуацию в целом по всей республике, примерно везде идет то же самое, да, везде говорят, что это неправильно, так нельзя делать, потому что Москва делает по-своему, как ей удобно, либо же ставит дебилов, которые набивают себе карманы и делают, ну, как неправильно, и еще и дешево. Вообще, я недавно читала пост в Фейсбуке, там кто-то возмущался, что на каком-то форуме свободной России не было практически вообще представителей регионов, да, особенно национальных республик, в основном это было сборище Москва и Петербург, вот, в основном Москва причем, ну, и также там был вопрос, почему на дожде нет ни одного ведущего из-за национальных республик, и там один человек в комментариях начал возмущаться и говорить, что где вы видели, чтобы людей, там, если вы хотите, чтобы были какие-то квоты, да, то вот это не так, не есть хорошо, мы, значит, почему люди не должны принимать профессионалов на работу, да, ну, всякую такую ерунду, там, начал говорить, а вот есть Катерина Катрикадзе, грузинка, ну, то есть, какие-то абсурдные абсолютно, ну, как бы оправдания, да, и при этом, что сама суть вопроса от него ускользает, да, то есть, дело же не в том, что там, ну, ладно, пусть там сидит Катерина Катрикадзе, бог с ней, да, дело же, вопрос же не в этом на самом деле, а в том, что там они считают, что они такие профессионалы, да, вот, то есть, пусть они там, эти говорящие головы, да, сидят и думают, что они такие профессионалы, потому что они считают, что вот они элита, да, Они образованные, они, значит, такие интеллектуалы и всё такое, да, они же просто не представляют, да, что есть в регионах, что есть какие-то другие люди, что есть другие лидеры общественного мнения, даже, например, там, ну, из республик Северного Кавказа, из Эдель-Урала, из Астрахани, да, я говорю, из Сибири. Для них просто все эти люди не существуют, для них не существует всё, что за МКАДом, это за МКАДыши, да, ну, так ради Бога, пусть они объявляют дождь телекомпании, которая обслуживает, вот, Москву, Московскую область, Золотое кольцо России, не нужно себя называть общероссийским каналом. И я думаю, что прекрасно, пусть они, как бы, ну, развивают свою региональную культуру, да, мы, я думаю, что нам уже надо перестать как-то на них оглядываться, да, обижаться, говорить, почему вы нас не зовёте, почему вы нас на работу не принимаете, почему на конференции ваши не зовёте. Пусть они собираются своим, ну, таким ламповым, хорошим кругом людей с хорошими одупотворёнными лицами и решают свои местные, локальные, региональные проблемы. А мы должны концентрироваться на наших проблемах, на нашей повестке, и даже если мы будем объединяться, мы объединяемся уже так, как мы с вами, например, объединяемся в Лиге, да, то есть мы объединяемся для решения наших конкретных задач, которые стоят перед нашими народами. Абсолютно верно, я согласен полностью с вами, да, вот нас, как представители хороших русских, всё время хотят затянуть какой-то диалог, да, а как вы там выживете, а что вы будете делать с этим, а вот с этим, у меня есть ответ на этот вопрос, не ваше дело, да, мы сами разберёмся, что мы будем делать, да, спасибо за беспокойство, до свидания, всё, там, как у нас пойдёт, будем ли мы хорошо жить, будем ли мы плохо жить, будет ли у нас там коммунизм, капитализм, да, это не ваше дело, это дело только тех, кто вот родился и живёт в Якутии, да, для Саха и для якутян, да, то есть всех, всех жителей любой национальности, кто там сейчас работает, мы внутри сами всё решим, спасибо, не надо, до свидания. Я думаю, что на этой позитивной ноте, уверенной, да, с этой уверенностью в нашей правоте мы можем сегодня завершить эту встречу, спасибо огромное, Никита, я очень рада, что познакомилась с тобой, и я надеюсь, это была не последняя встреча, и мы встретимся, естественно, онлайн, я думаю, тоже, и также и оффлайн. Да, взаимно, было очень приятно пообщаться. Так, желаю всего хорошего вам и вашим слушателям, подписчикам, Бурятия будет свободной. Саха-Якутия будет свободной. Всё хорошо. До свидания, до новых встреч.